Девчат, всем привет! С вами Лора Норт и сегодня мы с вами рассмотрим, как расконструирован этот Олежек. Но прежде чем мы с вами приступим к разбору, я хочу всех вас поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым. И в честь Рождества 6, 7 и 8 января 2023 года на моем сайте доступны скидки до 50% абсолютно на все мои мастер-классы. Конструктор по реглану, данный джемпер, если не хотите рассчитывать его сами, джемпер с оленем. В общем, абсолютно на все. Переходите обязательно по ссылочке и приобретайте понравившийся мастер-класс со ссылочкой, сделайте себе подарок к Рождеству. Ну, мы с вами приступаем. Итак, данный джемпер связан из пряжи Аура. Основной цвет серый это Everyday, на него у меня ушло 9 моточков, там осталась вот совсем прям граммулечка. И посередине это Shiny Day, здесь, ну, соответственно, вы понимаете, где-то четверть от мотка. Как вязать такого оленя я рассказывала в прошлом видео. Обозревали мы эту пряжу с вами в позапрошлом видео, поэтому обязательно переходите на канал, открывайте видео, изучайте, смотрите, там много полезного. Сразу я в том видео про оленечка не сказала, если вы все-таки решите рассчитывать его сами, во-первых, я рекомендую это делать исключительно по моему мастер-классу по конструированию реглана. Тогда у вас все сядет идеально, потому что он рассчитан на то, что вы сможете посчитать и посадить изделие абсолютно на любую фигуру. Значит, как мы считаем оленечка? Вот вы, когда высчитаете ваше расстояние по рядам от начала воротника до нижней резинки, из этого общего количества рядов просто вычитаем оленя. И у меня здесь олень заканчивается, рог заканчивается там, где начинаются убавки на воротник. Да, это связано с шивным регланом. У меня получилось то, что вот здесь я немножечко провязала, и дальше у меня пошел оленчик. Если вы не будете это рассчитывать сами, у меня в описании на данный джемпер, у меня рассчитано на разный рост. Поэтому вы свяжете без проблем, будь вы метр пятьдесят или будь вы метр восемьдесят. Так, ну, основное это что? Это сшивной реглан, и в нем нет ничего страшного. Еще раз скажу, боитесь сами. Можно это сделать моему конструктору-преглану, можно уже по готовому описанию просто набрать нужное количество петель, связать, потом все это пришить аккуратненько, и будет здорово. Девчонки у меня справились, поэтому справитесь и вы. Также я хочу добавить, что это не конструктор какой-то, здесь не будет никакого попетельного вывязывания, здесь вы не встретите расчеты. Как рассчитать этот джемпер, я на два своих мастер-класса ссылку оставлю в описании, я рекомендую рассчитывать по ним, если вы все-таки решите делать это самостоятельно. Ну, а я вам просто сейчас покажу, какая тут конструкция, какие есть особенности и так далее. Ну, что касается нашей конструкции. Как это выглядит у меня. Нижняя резинка у меня имеет такую же ширину, как основное полотно. Вы видели, что я на образце вязала резинку, и я считала ее плотностью. Я набирала количество петель, вот у меня ширина 56 сантиметров, ширина резинки у меня тоже 56 сантиметров. Я связала 30 рядов резинкой, 56 сантиметров, я высчитывала, сколько это мне нужно петель по плотности. Дальше, когда я переходила на спицу номер 4, чтобы вязать основное полотно, я убавила лишнее количество петель. Вы эти убавки даже не видите, вот они даже не видны. В лицевом ряду я убавляла, лицевые петли провязывала и убавляла таким образом. У меня, по-моему, получилось, что-то каждая 11 петля, или каждая 10, что-то в таком вот роде. Убавили. Дальше пошли вязать основное полотно. Вы уже заранее просчитали, что вам до начала формирования регланных линий нужно провязать там какое-то количество рядов. У меня это было, по-моему, 68 рядов. Я провязала свои 68 рядов, и далее я начинаю делать убавки. Как проверить ритм прибавок, подходит вам или нет, ссылочку на видео оставлю в описании. И также еще раз напомню, что если хотите вязать прям вообще супер идеально, то по ссылке в описании переходите в мой конструктор по реглану. Вам будет доступна скидка на приобретение этого мастер-класса. Кто не хочет категорически считать сам, то описание на этот джемпер. И дальше показываю. У меня совпало так, что в каждом втором ряду я делаю убавку, и у меня заранее просчитано до какого момента. Видите, у меня углубление горловины по спине. Оно у меня составило 4 шага. И вот от изначального количества петель по спине я прибавляю, вот за 4 шага, сколько я прибавлю? С этой стороны 4 петли, и с этой стороны 4 петли, то есть 8 петель. У меня было, допустим, 20 петель на спину, плюс 4 тут, плюс 4 тут, стало 28. И вот я буду делать свои убавки по спине, пока я не достигну 28 петель. После чего я начинаю с одной стороны, как будто вот мы с вами вяжем джемпер с уточным рукавом. С одной стороны пошла, сделала свое углубление, с другой стороны прямую линию не оставляем. Свяжите мое изделие с прямой линией по спине, просто вот обижусь навсегда. Шучу, конечно. Что касается переда, здесь принцип тот же. Только при убавке свои в каждом втором ряду, я сейчас скажу, где их делать. Убавки свои в каждом втором ряду мы делаем точно так же, только до тех пор, пока вот, если бы мы вязали сверху, мы бы замкнулись в круг. Как это считается? Шаги-то по переду мы с вами высчитали для углубления. И вот считаем, у меня было 7 шагов здесь, 7 шагов здесь, соответственно. Допустим, у меня 30 петель было спереди изначально при распределении реглана. И, значит, я 7 петель тут прибавила, 7 петель тут. Значит, когда 44 петли вот тут у меня по прямой останется, мне пора делать свои углубления. Все очень просто. Что касается вот сразу расчета, да, вот меня задали вопрос по поводу, учитывать ли регланы или нет, девочки. Я их сразу не учитывала, потому что они у меня, ну, как бы здесь их фактически, вот они видны, но фактически они участвуют в убавках. Сразу вам скажу, что вот когда вы поделите, вот вы знаете вашу окружность, вы поделите ваше изделие пополам, сразу две кромочные плюсуем сюда-сюда. Что касается подреза, он здесь есть. То есть у меня он вышел 10 петель, я когда подошла к тому моменту, когда у меня уже все, я свое нужное количество рядов провязала, я закрыла 5 петель с этой стороны и 5 петель с этой стороны. На спине я сделала то же самое и дальше пошла убавлять. Это что касается тушки. Что касается рукава, мне их пришлось перевязывать по двум причинам. Во-первых, он получился слишком широкий, то есть если на всю изделию у меня 20 сантиметров свобода облегания, на воротник у меня обхват головы минус 20%, и я вверх, когда надвязываю воротник, у меня получается то, что нужно, то на рукав у меня, естественно, также была свобода облегания 20 сантиметров. И у меня рукав получился очень широкий. Я поняла, что я такой широкий не хочу, я хочу свобода облегания в рукаве 10 сантиметров. И у меня вышло то, что мне нужно к моменту подреза, то есть вот здесь уже с учетом подреза, у меня должно получиться 80 петель. И я то бегала, прыгала с этим вот ритмом убавок, то бегала, прыгала, а потом плюнула. И знаете, как я поступила? Я всем рекомендую поступать точно так же, вообще рукав не считать. Если у вас потушки, получился ритм прибавок в каждом втором ряду, рукав вообще не считаем, сделаем, как я. Вот до того момента, пока мы условно замыкаемся в круг, мы рассчитываем так, что убавки идут в каждом втором ряду в рукаве. Все остальное время в каждом третьем. Все, больше ничего не делайте. В итоге у меня получилось вместо 104 петель моих изначальных на обхват рукава, у меня получилось 90. То есть я 14 петель убрала. 90 плюс 2 кромочные. Все, шикарно, идеально. Вы мне спросите, Ларис, но у нас же есть 2 кромочные, а что нам, куда их девать? Я первую кромочную убирала вместе с первым шагом. Вот, например, если у меня по рукаву, у меня первый шаг был 2 петли. Я убирала не 2, а 3. И в последнем шаге у нас также, у меня последний шаг, допустим, 3 петли. Ну, я убрала 3 петли, 4 кромочные. Все, никаких сложностей тут нет. После того, как мы все это дело с вами посчитали сверху, мы начинаем вязать снизу. Вместо прибавок делаем убавки. Как мы делаем эти убавки? Кромочные. Одну петлю провязали. Делаем убавку с наклоном вправо, вот здесь. Иначе у вас еще одна петля здесь образуется, и будет смотреться, как будто у вас 4 петли кроет. Это регламная линия. Я же рассказываю, как это есть у меня. Провязали полотно. За 3 петли до кромочной остановились. Убавили. Провязали 2 вместе с наклоном влево. 1 петля и кромочная. Как все эти швы выглядят с изнанки. Сшивала, я вам скажу, мне, в принципе, хватило бы пряжи, но поскольку у меня еще не был привязан воротник, я не рискнула. Вот так и выглядят швы с изнанки. И я очень была рада, что я все-таки решила сшить другой нитью. Идеально подойдет вам доп. нити от пухонорки в тон, если вы подберете. Здесь у меня, я даже не знаю, смогу ли вам показать. Вот она. Видите, светло-серая ниточка. Это вообще хлопок какой-то. Тоненький, тоненький. 500 метров в 100 граммах у меня был тонкий хлопок. Очень важно не перетянуть. Вы сейчас увидите этот момент, как я шью. Сейчас вам будет подписываться здесь, что я делаю, чтобы вы понимали. И вставлять буду вам видео. Вот. Вот так выглядит шов. Можно прикольнуться, да, и сделать, допустим, швы наружу. А почему бы и нет? Ну, я не стала, честно говоря, потому что у меня вот они здесь регламные линии идут. И не хотелось между ними делать шов. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах никогда не делайте убавки около кромочных. Такие убавки я делаю только в одном случае. Вот, когда мне нужно по одной петле убавлять. То есть, когда мы вяжем, допустим, с вами изделие с тачным рукавом или со спущенным плечом. Ну, то есть, такое сборное, да, где будут швы. Мы тогда с вами, естественно, от кромочных начинаем убавлять. То есть, допустим, три петли мы ее с кромочной же начинаем убавлять. Две петли с кромочной начинаем убавлять. И вот здесь, чтобы у меня не получалось вот такое же отделение, и все-таки здесь регламный, мне нужно вообще к одной петле прийти. И, соответственно, я точно так же убираю кромочную вместе со следующей петлей. Я думаю, что это делать умеют все. Если не умеете, ну, надо учиться. Можно будет готовое писание купить. Что касается ишу рукавов, я вам скажу. Значит, здесь та же самая история. То есть, я не стала сильно заморачиваться. Я вам уже говорила об этом. Мне хотелось достаточно широкий манжет. То есть, видите, что он достаточно широкий. Манжет у меня свобода облегания 8 сантиметров получилась. Я вам честно скажу, я это сделала вообще наобум. Если вы хотите, чтобы все дела, как у меня, делайте так же. Если не хотите, то не делайте. Я точно так же провязала шире манжет. Убавила, у меня получилось, с 60 нужно было на 52 петли прийти. Я убавила равномерно 8 петель. И пошла делать прибавки на расширение в каждом четвертом ряду с обеих сторон. То есть, и с этой, и с этой. Я делала прибавки. Довязала до необходимого у меня количества петель вот здесь. В лицевом-то ряду я прибавку делаю. То есть, первый ряд лицевой с убавками мы не считаем. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Мы пошли. Раз, два, три, четыре. В четвертом прыгалочке сделали. Вот здесь, после последней прибавки, я провязала три ряда. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Следующим лицевым я уже убрала подрез. Так. Это понятно, я думаю. Вот такой вот у меня рукав получился. С плавным, с хорошим таким расширением. Что касается высоты регланной линии. Вообще, мы с вами должны измерять не высоту регланной линии, а высоту кокетки. Как это корректно сделать, сказано в моем описании. И если у вас его нет, берем, чтобы не ошибиться, смотрим на свою плотность. Если у нас плотность, вот у меня 22 петли, 30 рядов. Если у вас такое же соотношение, примерно, петель и рядов, можно делать смело в каждом втором ряду. И как раз таки, придя к желаемой ширине изделия, вы, скорее всего, получите хорошую уже высоту регланной линии. Если у вас плотность один к одному, или, допустим, 20 петель и 15 рядов бывает такое. Здесь, конечно, нужно уже детально все это просчитывать. Как это делать, есть в моем пособии по реглану. Ну и также, между прочим, в двух словах этот способ объяснен в видео, которое дано по ссылке в описании. Только там, когда я измеряю, я прибавляю 3,5 сантиметра на высоту кокетки. У вас будет другое количество петель. У вас будет половина свободы облегания. Еще раз скажу более подробно. Все это рассказано, показано, описано в моем пособии по реглану. Это все, что я вам хочу сказать про конструкцию. Кто умеет вязать по реглану, тому этих данных выше крыши. Кто не умеет или ждет до моего описания, или покупает пособие по реглану и учится вязать грамотно. Так, ну а теперь приступим с вами, так сказать, к нашей практической части. Я вам покажу несколько нюансов. У нас получается, что мы просто, когда будем с вами вязать, мы должны делать убавки за одну петлю до кромочной. То есть, вот у меня кромочная, одна петля, убавка. С другой стороны, убавка, одна петля, кромочная. Закрываются петли, ну, нашего условного ростка, ну, то есть, как обычно мы привыкли закрывать в любых сшивных изделиях. По спине регланная линия длиннее, чем по переду, что логично. Должны получиться детали, две детали рукавов. Вот они у меня. Деталь спинки и, собственно, деталь переда. Теперь я начинаю сшивать. Пришивать начну с левого рукава. Вот он у меня, левый рукав. Вот он, левый рукав. Я прикладываю, то есть, вы видите, что и подрезы у меня также есть. То есть, я все, что посчитала, я просто вяжу отдельными деталями. Я думаю, что это понятно. Я сшивать буду другой нитью, потому что у меня даже пряжи не осталось на то, чтобы сшивать. Как я буду сшивать? Я вхожу вот под первую петлю, закрытую, на рукаве. Я вот так выхожу из нее, да, получается, с изнаночной на лицевую сторону. А лицо, наоборот, вхожу с лица на изнанку, под эту же первую петлю. Вот она у меня видна. Никаких узлов, ничего мы пока никак не закрепляем. Теперь я вхожу в эту же, в первую, в рукаве. Раз. И выхожу из соседней кромочной два. То же самое делаю попереду. Под кромочную вхожу раз, под первую. И вот из-под второй выхожу два. Не перетянуть, главное. Снова вхожу в кромочную в одну, выхожу из другой. Вхожу в кромочную в одну, выхожу из другой. Подтягиваю, могу посмотреть, что у меня получается. Получается ровный, аккуратный стык. Итак, я продолжаю сшивать рукав до низа, до подреза. По прямой вы до подреза сейчас сошьете сами. У подреза я вам покажу. Я сшила, пришила рукав. Теперь пошла регланная линия. Видите лицевая петля? Ну, под нее. Хом, зацепили. Снова лицевая петля. Под нее. Зацепили. Я цепляю, вот где я выходила из лицевой петли, и соседнюю. Здесь делаю то же самое. Прямо под закрытые петли. То есть, видите, у меня идет прям под закрытые петли. Следующая. Прямо под закрытые петли. Прямо под закрытые. Дошиваю до кромочных. Последний стежок. Рукав пришит полностью и пришит к подрезу. Все. Таким образом пришиваем по всем регланным линиям все рукава. Смотрите, я полностью пришила левый рукав спереди и сзади. Если вы все сделали правильно, у вас получится так же аккуратно. Теперь мы начинаем сшивать вот эту боковушку. Я это буду делать с манжета по прямой вот так до низа джемпера. Вы можете начинать снизу, но на самом деле это вообще ни капельки не принципиально. Нить сразу беру длинную, но можно разделить отдельно. Отдельно, но я, конечно, не рекомендую. Итак. Здесь начинаем сшивать точно так же. С изнанки на лицо под первую петлю. С лица на изнанку под первую петлю. И поехали под кромочные. Пришиваем точно так же, как мы делали наверху. Единственная разница, что здесь, конечно, нить намного длиннее, но здесь по резинке у нас намного лучше видны кромочные петли. Проверяем, чтобы мы попадали четко под кромочные, а не под петли резинки. И таким образом сшиваем наш рукав и боковушку туловища. Продолжаем состоять. Когда вы будете рассчитывать изделия, желательно, чтобы количество петель ваших по кругу было кратно четырем. Но если никак не получается, не хотите, забыли, все что угодно, ничего страшного, кратно двум, две петли, потом и воротник где-то прибавляем. После того, как все будет связано, сшито, приступаем к воротнику. Вы можете увидеть, что он, во-первых, двойной, во-вторых, внутренняя часть у меня связана компаньоном. Во-первых, я так и задумывала, но мне бы и пряжи не хватило, чтобы связать полностью воротник серым. Единственное, что я уже заметила потом, здесь нужно было, конечно, когда при кетлеу выйти, имитировать лицевые и изнаночные, лицевые и изнаночные. Я все зафигачила изнаночными, просто когда это изделие однотонно, это не видно, здесь это заметно, но это не критично. Как такой воротник? Значит, он у меня составляет 33 ряда, из которых 17 рядов связаны с серым, а 16 рядов связаны розовым, то есть вот он мой один ряд, он вот здесь на сгибе, чтобы у меня вот так розовый не торчал, то есть чтобы вот такого эффекта не было. Поэтому он завернулся туда и получилось изумительно прекрасно. Так, теперь мы показываю вам, значит, как воротник, собственно, петли на воротник поднимать. После того, как все ваши рукава будут прикитлеваны, будем говорить грамотно, мы начинаем поднимать петлю на воротник. Мы поднимаем не из-под кромочных петель, это важно, а мы поднимаем вот прям из последней провязанной петли. То есть вот я вхожу в последнюю провязанную петлю и поднимаем ее. Дальше вот петля, видите, вот она. Два. Дальше. Вот петля. Три. Дальше. Вот петля. Вот она. Четыре. Нам нужно поднять количество петель, кратное четырем. Это важно. Потому что у нас резинка два на два по всему изделию, соответственно, один на один она быть не может. Если у вас так получилось, что вы сейчас не поднимете кратное четырем количество петель, значит, нам нужно будет не убавить, а наоборот прибавить столько петель, чтобы это было кратно четырем. После чего вяжем резинку вдвое выше желаемой и прикитлевываем ее по изнаночной стороне. То есть у нас вот этих петель закрытых не будет видно. Ну вот теперь вы знаете, как взять такого Олежика. И также вам еще бонусы от магазина Атмосфера. 7% скидку на покупку оригинальной пряжи. Поэтому не упустите свой шанс. Мне кажется, это прекрасный подарок себе к Рождеству и к Новому году. Купить такой мастер-класс у меня и заказать на него оригинальную пряжу. Промокод вы найдете по ссылочке в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Помните, что человек состоит из изгибов. И всем пока!